всем здравствуйте всем отличной недели прекраснейшего настроения надеюсь у вас все хорошо у меня прекрасное настроение знаю что вы любите мою улыбку я сама люблю когда я пересматриваю свои расклады я пересматриваю свои расклады потому что когда я их пишу я не помню вот но потом когда мне нужны будет будут ответы да я всегда нахожу необходимыми расклад и сама переслушиваю как это как у торолога которого заказала расклад и он мне дает ответ поэтому я тоже люблю смотреть на себя когда я улыбаюсь и в прекрасном настроении а сегодня у меня прекрасное настроение причина заключается в том что я завершила серию эфиров для спонсоров третьего уровня и вы смотрите этот расклад в понедельник значит вы уже посмотрели анонс который я приготовила по поводу этих эфиров если еще нет то посмотрите а сегодня мы с вами мои золотые будем смотреть расклад который называется читаю жизнь о чем моя новая глава наконец-таки буду смотреть новую главу сразу хочу сказать что времена тяжелые я неоднократно напишу в комментариях о том что потерпите до лета лето будет она проще весна чисто даже с астрологической точки зрения кто занимается астрологии знает сейчас происходят серьезнейшие планетарные так называется там опсис по-русски же надо вспомнить у меня же такая привычка все с греческого на русский перевожу соединение планет таким образом которые например последний раз происходили в прошлом веке либо проезда позапрошлом значит такие достаточно серьезные трансформации поэтому не случайно что и ваших жизнях происходит серьезная трансформация особенно троечек хотя и двоечек это тоже касается то в принципе всех касается я так могу сказать что единички они более такие стабильные но достаточно вот если рассмотреть по позициям да такие достаточно духовные с этим у них связано то в принципе и стабильности с их мировоззрением что она стала более глубже но при этом более легче более качественнее у двоечек здесь произошли изменения наконец-таки они стали более уверенные они стали более открытые понемножку принимают себя любят себя здесь моменты ценности себя значимости себя это очень очень важно наконец-то они выходят из своей жертвенные позиции троечки происходит проходит такие достаточно серьезные серьезная трансформация болезненная но болезненная связи с тем что идет сопротивление до наши не не принять и не принимаете вы что-то да где-то сложно отпустить что-то в прошлом но вот очень полезные уроки но без них никак без них никак тем более на моем канале самоопознание разве может быть что-то такое легкое и простое мы легких путей и не ищем самоопознание поэтому мои золотые набираемся терпения потерпите до лета лето будет проще обязательно сделаю расклад на энергия мая и потом лето надеюсь пока я болтала выбирали позиции мы с вами приступим позиция номер один голубенький камешек о чем ваша новая глава единички 6 раз помешала калорий о чем ваша новая глава смотрим о чем ваша новая глава шестерка кубков о прошлом ваша новая глава о прошлом они сразу такое знаете воспоминания идет старая песня новом вот здесь что-то такое будет хорошо что тут с этим прошлым отшельник а так и им великие арканы пошли да значит отшельник справедливость ну смотрите здесь прошлое с чем связано ваше прошлое что вы выходите из своего отшельника я не знаю сколько лет единички были в отшельнике именно в контексте знаете не одиночество уединения а в плане такого знаете мудреца накопителя знаний накопителя какого-то опыта бесконечного копания самокопания поиска вот этого знаете глубины изучения вот этому пришел конец кто-то если испугался что неужели у меня это заберу да как я буду это жить потому что здесь ощущение того что это вот ваша основа вы так всегда жили то есть если это забрать да то где это опора это ваша опора вокруг вокруг чего ваш фундамент вокруг чего либо на чем выстраивалась вся ваша жизнь вся ваша система ценности здесь пришел конец и вот этому именно отшельнику где-то в плане уединения где-то в плане нежелание коммуницировать с другими людьми ввести какой-то более как этот обособленный какой-то вот такой вот образ жизни да ну может быть затворца некого до человека который закрывается но вам вам с этим было комфортно так вот пришло время по справедливости до выходить вам знаете как это вас выпускает из пещер наконец-таки произошло просветление до осознание и вы как говорится прозрели и новая глава будет как раз таки завершению вашего отшельника что вы будете вместо этого построения здесь знаете желание сейчас скажу здесь а у нас идет завершение знаете вот боли какой-то вот этой вот внутренней да но она связана и краски было с отшельником эти когда люди проходят такой очень тяжелой жизнь я бы сказал не только какой-то один этап а вообще вся жизнь она с трудностями она с какими-то преодолениями до преодоление геракла и вот на этом пути у вас было очень много травм конечно же сердечных какой-то более вот вот это вот все такое знаете ощущение что вы избран у меня чувство что ваши оковы да вот я не случайно же сказала геракла которого как прометея геракл и прометей это как раз таки два полу бога которые относятся к знаку зодиака водолея и это не случайно потому что водолея это свободолюбивые до свободолюбивый знак зодиака это всегда про первопроходцев а первом проходцы они всегда в одиночестве так вот это вот вся связка была о том что у меня здесь показано цепи оковы падают а то к чему вы приковывали себе какой-то земле какой-то стабильности каким-то понятием какому-то мировоззрению вот здесь такое ощущение что знаете у меня чувство что-то у меня здесь были какие-то путы на руках и я настолько привык что-то делать вот в этих ограниченных рамках когда что вот у меня ограниченное расстояние между рукой надо как-то приспосабливаться и здесь вот как будто бы спадают у меня прям так вот желание да вот так вот прям запястья сделать да потому что они были сжаты долгое время здесь вот ощущение того что ваша новая глава будет связана со свободой от каких-то оков в вашего прошлого связанного непосредственно с отшельником здесь может быть свобода от вашего мировосприятия от каких-то ваших убеждений от того как вы здесь вот по миру здесь что-то такое глобальное то есть здесь для того чтобы пойти на другой уровень это масштабнее это ну допустим если вы мыслили категориями я не знаю одного города да то здесь надо бы сеть категориями мира да то есть вот здесь вот какая-то глобальность расширение прямо тут большие новые какие-то категории чтобы ими мыслить надо убрать то что вас сужало и здесь сужали ваши ваши взгляды на жизнь то что причиняла вам боль где-то вам вот эти вот рубцы да вы с ними как-то уже свыклись здесь ощущение того что вот вам предлагают кому-то может быть прямом смысле дали сделать пластическую операцию на рубцы чтобы их не было заметно потому что все таки технологии идет вперед а вы как будто вы держитесь за эти рубцы потому что они вам напоминают о чем-то таким таком важном значимым и здесь речь новой главы идет о том что вы как будто бы знаете добровольно отказываетесь что окей я готов убрать эти рубцы на своем сердце на своем теле ну потому что они мне уже не нужны смысл помнить о чем-то таком негативным да это было здесь какие-то новые взгляды новое веяние новое понимание знаете если вы смотрели разного рода ролики либо документальные фильмы по освобождению диких животных в природу да когда они попадают в какие-то ребят реабилитационные центры там я не знаю например у орла крыло сломлено либо у черепах там что-то с панцирем и вот их восстанавливают и потом отпускает вот это вот вот это вот животное она особенно если она дикое на первых порах да она не знает как себя вести то есть свободе не свободен убежать остаться а потом в конечном итоге все таки но природа их зовет и они выходят вот эту свободу вот здесь вот это вот метафорически это понимание той энергии которая вас ожидает и это будет настолько для вас ошеломляющим потому что это действительно новое это не не заново что-то начинание какого-то сценария заново а именно действительно что-то новое то есть если допустим вы всегда привыкли жить каких-то трудностях ограничениях то здесь элементарно вам как будто бы говорит а теперь живи для себя и на первых порах это будет достаточно некомфортно потому что автоматизм и наши всей жизни будут все равно доминировать и мы в каких-то моментах будем жить по старому но уже вот этого понимания что нету ограничение я вправе делать то что я хочу да то есть крещение что вот вы как будто бы осознали свободу выбора свободу своей собственной воли и на первых порах вот вы сейчас находитесь вот в таком состоянии что я не знаю как мне быть что мы делаем это когда горизонты все открыто я не знаю что выбрать а потому что раньше я допустим выбирала из двух вещей а теперь тебе говорят там я не знаю выбирая ассортимент там есть на из двадцати пятидесяти ста продуктов предметов как так разве так можно было вот здесь что-то такое здесь идет исцеление души исцеление души и построения нового построения новых каких начала если вы раньше например жили как-то вот в одиночку да то здесь вот какая-то командная работа может быть да здесь мог может быть некое такое партнерство то есть тоже вам не свойственно да если вы например были одиночка вдруг стали с семьей семейным каким-то человеком да если вы были например работали на себя а тут вас появляется партнер то здесь вот такое что то что вам известно и в то же время это абсолютно новое всем еще связана ваша новая глава с новыми чувствами с новыми чувствами с с пониманием знаете новые чувства как это реализовывать свои собственные желания свои идеи уже в балансе когда не надо переживать когда не надо волноваться это новое состояние знаете как если бы например раньше я что-то хотел да была какая-то мечта то сейчас я очень сильно переживала например по этому поводу как ее реализовать то сейчас вот какое-то новое состояние новое веяние новая энергия здесь появилась и вы уже как будто бы не задумываетесь да ну вот вы просто хотите это случается шансы даются новые новые возможности здесь абсолютно новое состояние состояние баланса состояние спокойствия гармонии уже не надо как будто бы переживать вы научились отпускать здесь ощущение того что я научился это знать когда плавать учишься допустим под водой тебе нужно научиться держать дыхание и ты так набираешь в легкие воздуха и ходишь под воду понимаешь что какой-то момент заканчивается воздух тебе на основу спыть снова взять а тут такое ощущение что вам как будто бы встроили вот эти акваланги и кислород в легкие и вам не надо брать воздух он вам будет поступать как-то вот встроена да то есть вы как человек амфибия сможете жить и под водой и над водой то есть вот для вас это будет комфортно для кого-то для более старшего здесь поколения я могу сказать что здесь появится такое знаете ощущение либо какой-то зов именно своего предназначения в плане дайте вот души появится такое знаете ощущение что что-то я не сделал не сделала для своей души раньше допустим для детей для семьи для страны для родины для себя здесь вот какой и и здесь могут быть открыться какие-то таланты какие-то способности которые не знаю может быть у кого-то там видение откроется если знание откроется да то есть какие-то способности рисования может быть до творчества какое-то либо целительство что-то что вы будете делать как в контексте служения своей души то есть не для кого-то не для системы не долг перед семьей а здесь что-то что вы будете делать для своей души здесь как будто бы вы поставите себе цель не они однократно говорю единичка научиться жить в счастье это не разовая опция до 1 почувствовала счастье все нет здесь как будто вы вы ставите цель я хочу вот причем не я это не ваше желание это не от эго а это вот состояние души то есть вас как будто бы знаете вот такая вот но ищая какая-то навязчивая мысль что давай попробуем быть счастлива то есть раньше как-то вот развивались через преодоление через трудности через сложности через боль а теперь как будто бы появляется идея а можно вообще по-другому а можно быть счастливым и также развиваться можно быть вот наполненным можно как-то вот я не знаю может быть в семье да то есть десятка кубков это когда вы чувствуете наполненность внутри вас когда вы ощущаете вот это вот хочется сказать какой-то вот пик оргазм удовлетворения от самого себя чтобы знаете вы уже не вините не корейте себя до ошиблись ладно знаете вы какое-то такое более легкое отношение к жизни до который приносит вам удовлетворение вы как будто бы начинаете знаете кайфовать от себя что они ушли ли так можно было вы часто будете задаваться вопросом а почему такого раньше не было то есть ведь это было так просто я могу сразу сказать что это вот ваш путь то что вы проходили именно благодаря этому вы пришли к тому моменту где вы находитесь сейчас и куда вы еще придете то есть это еще не конечная . да будет еще дальше но вот это вот состояние счастья до жить счастье причем счастье не привязываясь к чему-то а это вот интересный момент знаете интересный момент в контексте может быть действительно кто-то из вас это будет последнее воплощение не знаю в колесе сансара такое вытащение знаете вот прийти им какому-то своему пику развития что ли души вот что-то здесь такое очень здесь не совсем про духовность я бы сказала а вот либо про другое качество этой духовности а вот именно про состояние счастье легко просто а когда знаете вот вы живете ваша жизнь в удовольствие но здесь зрелая личность я не знаю здесь зрелая душа да я не буду привязываться к возрасту я просто скажу что здесь зрелая душа вот если вы ощущаете внутри себя вот это вот зрелость да не тяжесть груз жизни прожитых лет а внутри вот зрелость то есть ваше мировоззрение на такой достаточно зрелой здесь этап сейчас связаны с тем что вы будете настроены на счастье на счастье кто как это счастье понимает важно состояние не не привязка к человеку к ситуации к деньгам чему-либо а вот счастье это внутреннее состояние вы как будто бы найдете решение да для себя вот это знаете такое ощущение бесконечный какой-то выбор куда пойти что делать а здесь будет вот это понимание что выбирать ничего не надо да что уже все выбрана что то что уже выбрана она уже идеально то есть вот здесь какая-то такая глубина но она не 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 грузище ну то есть она не тяжелая понимаете она не вязка она такая вот в благости я не знаю как объяснить человеческим языком слова благость но если вы в медитациях приходили к этому состоянию блаженства вот здесь из этого состояния вы как-то будете выстраивать свою жизнь вот такая новая глава у вас открывается помню до что я всегда говорю про состояние я не описываю ситуации потому что у каждого они будут свои нету смысла как-то привязывать привязывать всех в общем раскладе к чему-то одному а вот энергия у каждого на вот этого части кто как понимает она у каждого своя и вам будет так понять и так позиция номер два красненький камешек о чем ваша новая глава двоечки королева педакли о стабильности вот я в самом начале когда говорила о ценности вот ваша новая глава она краски связана с ценностью себя с пониманием себя особенно если вы женщина именно понимание того насколько быть кайфово заземленный насколько быть вы знаете вот быть кайфово вот именно жить в мире материи почему именно вам потому что вы такие достаточно звездные у меня космические да воздушные а тут новая глава ваша она будет связана как раз таки заземлением с тем что вы как будто вы прочувствуете насколько хорошо быть в теле то есть если раньше вам возможно кому-то не нравилось ваше тело возможно вам не нравились какие-то не знаю может быть домашняя работа что-то связано с бытовой рутиной какой-то жизни да либо деньги как таковые не являлись для вас ценностью здесь ваша новая глава она как будто бы вас знакомит именно с миром материи и вы удивитесь насколько вам она будет нравиться то есть насколько если кто-то из вас например не любил телесные прикосновения да то возможно вы откроете для себя я не на какие-нибудь телесные практики кто-то может быть долгое время допустим не ходил там на массаж на какие-то может никогда не ходили да на уход за телом за кожей там я не знаю за волосами за что-то то вот 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 это знаете вот быть ухоженной да не в плане дорогого а в плане вот этой вот чистоты ощущение что как здорово да особенно еще расскажу особенно если вы женщина как здорово быть женщины как это приятно вот вы как будто бы прочувствуете вот эту энергию допомним я всегда говорю про энергию а не столь про ситуацию так вот здесь ваша новая глава она связана с новым видением материи для вас если кто-то кого-то не было детей да то вот именно даже если у вас есть в новый какой-то взгляд на материнство на то мне как приятно заботиться и о себе и о других то есть может быть раньше где-то как-то вы уставали не было ресурсов не знаю что то было вот здесь как будто бы вы вот это вот обновление да здесь обновленная энергия земли и золото есть да может быть вам начнут подарки но первично здесь ощущение своей значимости своей значимости своей важности знаете здесь вот это вот улыбка безмерная улыбку удовольствие наслаждение игры вот такой кайфа того что ты женщина я не знаю как это объяснить кому-то меня просто такое ощущение что раньше люди по второй позиции они как будто бы не входили полностью в тело они были где-то вот рядом до душа ходила рядом с телом не было вот это слияние а сейчас как будто бы она получилась заземление может быть кто-то из вас и говорил о том что и когда моя жизнь закончится что я уже устал быть в этом воплощении это тело мне нравится не нравится а сейчас как будто бы оговорка по фрейду а сейчас как будто бы действительно вы именно разрешили себе что ли жить в этом теле и вот он будет нравиться у вас будет появляться новые друзья преданные друзья верные друзья вам будет где говорю какая-то земная жизнь она будет вам в удовольствие здесь кто-то даже если имел лишний вес вот вы как будто бы полюбите свою свою фигуру своей округли и вот эти да а здесь как там вот я не знаю здесь масло может быть начали сейчас как-то ухаживать за собой не идет такое знаете масло эфир может быть тут работать с эфирными маслами да да система баха да не знаю почему то есть вот здесь она тоже такое идет дальше чем связана ваша новая глава с тем что вам как будто бы уже но то есть если раньше вы боялись сделать первый шаг сейчас вы тоже не уверены но он уже приносит вам какое-то удовольствие здесь появляется азарт вот я говорю девятка кубков понимаете здесь вы как будто бы здоровый эгоизм появился у вас новая глава быть связана с этим что вы будете наслаждать вы сами удивите что если допустим раньше много энергии ресурсов вы отдавали на то чтобы вот получали удовольствие от отдачи то сейчас вы как будто бы будете получать удовольствие от того что вы принимаете от того что вы берете что насколько вот это вот здорово кайфово когда это только мне насколько это классно я не знаю вы как будто бы научитесь знаете здесь еще выстраивать какие-то свои границы да вы вот вы будете сохранять как-то свои ресурсы здесь видимо на налажен либо вы что-то сделали для баланса братья давать раньше было перекосно давать а сейчас как будто бы сбалансировалась даже в больше в сторону брать но вам это нравится здесь как будто бы восполнение каких-то ресурсов и энергии идет в этом контексте еще новая глава с чем у вас связано ну с любовью двойки без любви куда да здесь эмоции здесь может быть даже и любовь а может быть исцеление любви до каких-то может быть прошлых отношений если для кого-то важны и актуально а так в принципе умеренности и король кубков говорит у нас о любви говорит о балансе внутреннем состоянии об исцелении которое произошло отсюда у вас появилось вот это вы знаете удовольствие да и выпал аркан смерти трансформация произошла связанная с тем связанные как раз таки с повешено связанная с вот этим состоянием когда я все время себя лишаю когда я все время как-то ограничиваю себя до урезаю себя экономлю на себе все время все в минус себе и в плюс другим вот этот вот урок жертвы здесь произошла трансформация по умеренности это был очень медленный процесс это не был барс бы большим но быстрым процессом да но вы как будто бы знаете вот исцелились поэтому первый аркан королева педакли он и говорит о любви о заботе о преданности расширение об удовольствии если раньше еще расскажу если где-то вы себя ограничивали еде в том числе да то есть пришел какой-то момент да ну и с этой диеты то буду есть то что хочу в конце концов да это приносит мне удовольствие либо где-то что-то больше себе начинаете разрешать до позволять еще расскажу раньше экономили сейчас нет и вот очень много удовольствия идет от ценности вот вы и мир начнет вас ценить вы это увидеть здесь вот трансформация вашей жертвы произошла вы как будто бы по-новому пересмотрели эту ситуацию да и вот пришли королеве жезлов то есть внимание ушли от королевы кубков и пришли королеве педакли королеве жезлов такой знаете независимой яркой то есть стали больше здесь даже не то что вы больше проявляетесь вот ваше наслаждение удовольствия от самой себя она начинает как-то излучает другие вибрации и вы вдруг неожиданно стали более проявленные для других людей более заметные то есть вы в принципе вам может казаться что вы ничего другого не делаете вы стали более заметными а потому что знаете вот это вот успокоение пришло уже нету этой жертвенности уже больше улыбки больше кайфа как будто бы знаете вот человек идет по улице и здесь кто-то на свистовой до либо кто-то поет ну потому что раньше может быть были зажатыми и боялись стеснялись а сейчас как будто бы думаете ну а чё стесняться мне нравится я и пою да даже в том же элементарном душе да кто-то из вас поют там приемничек у кого-то маленький висит либо стоит и вот вы включаете и песни и поете раньше может быть как-то не не разрешали себе да вот вот что-то такое такая глава сегодня наверное у них будет позитивный расклад хорошо переходим к позиции номер три троечки давайте посмотрим что же у вас наконец-таки ваши три вашей главе нового до случится о чем ваша новая глава ну четверка пиндак кубков опять четверка кубков опять закрытость ладно что с этой четверкой кубков хитрость вот смотрите семерка мечей очень удивительный аркан опять-таки тоже аркан который подходит водолеем почему потому что их неординарный подход к жизни да к мышлению то есть они могут находить решение вот через какие-то на ватну каким-то новаторским методом да то есть не совсем обычный не совсем традиционный и вот в данном случае в данном контексте семерка мечей говорит о том что вам нужно пойти в новое но не таким путем как вы всегда ходили а немножко иным здесь вы как будто бы сами себя обманываете говорит так вот я же иду в новое я же что-то делаю но на самом деле вы делаете то же самое только по-другому то есть это не новое а это там я не знаю если тапочки одевали я сначала правую ногу а потом левую то сейчас те же самые тапочки одеваете левой ногой без начала потом правую а все заключается что тапочки поменять не то как вы ноги меняете понимаете то есть вы как будто бы убегаете сами от себя вы убегаете от того что пойти в новое вы убегаете от того чтобы что-то сделать иначе пойти другим путем вы этого не делайте вот с этим связано ваша четверка кубков вот но не хотите вы идти много хорошо с чем связано новое новая ваша глава так уже лучше шестерка жезлов с победой на что именно вы победили какие благие новости вам идут но уже хорошо чтобы победили пятерку мечей до внутреннюю борьбу агрессию слава богу уже хорошо уже хорошо потому что долгое время где-то сами злились на себя где-то вот долго я помню на разных колода говорила что у вас выходит вот это вот агрессия чтобы способствовало победе ну вот девятка пендакли знаете как то хочется сказать ваше желание стать вот вот я говорю про семерку мечей до про вашу какую-то уникальность есть вас что-то что вы делаете не так как все я не могу понять это вы отказывались от этого что ли а вот сейчас как будто бы согласились на то что окей я готова принять вот знаете вот кто-то например у кого-то был прекрасный хороший голос да и вы могли красиво петь но вы не соглашают вам говорили вот и например прирожденный там певец либо сходи там не знаю на голос какой-то там страны до поучаствовать и вы говорите да нет это не мое я не хочу вот но при этом у вас была в этом какая-то потребность а тут вы как будто бы соглашаетесь и говорите ну ладно то есть ну плюну давай я сделал то есть я приму здесь вот такое ощущение как будто вы перестали бороться самим собой а зато от чего вы отказывались вы как будто бы приняли вот эту вот в себе девятку педакли да что-то у меня здесь идет с голосом соловей почему соловей не могу понять то чем здесь этот соловей говорит семерка кубков то ли вы это с выбором связано здесь знаете вот какой-то обман идет по поводу знаете вот вы здесь может быть такое что вот я отказываюсь как-то от своей мечты просто потому что я ее не могу реализовать а здесь вам говорится о том что вы как раз таки не реализуете потому что вы ее не принимаете то есть вот вы как будто бы не хотите что-то принять что это такое вот здесь вот по девятке педакли идет есть что-то внутри вас какая-то очень и вы знаете из такая знаете какая-то большая глубокая история какая-то травма это может быть например ну вы с детства были ясновидящей а потом как-то как будто что-то предсказали и это сбылось и это что вы предсказали на там бабушка умрет или еще что-то и это сбылось и в детстве поскольку это была детская какая-то травма вам показала что это выкнул либо вам сказали что вот ты накаркала да на самом деле вы это просто увидели и вот это вот ваше детское восприятие что нет я больше не буду смотреть потому что ну вот из-за меня как будто бы вот люди умирают ну что-то такое тут и вот вы в себе как будто бы это закрыли долгое время с этим боролись да то есть я не знаю видели не говорили либо к вам приходили просили помощи вы отказывали ну что-то такое и это было связано именно вот с каким-то вот здесь страх вот прям как фобия очень-очень большая выбрать выбрать вы вроде бы хотели потому что ну нельзя это закрыть до этого душа ваша просит это а вы себе перекрывали нет это неправильно я не буду это делать это может быть разных сферах у каждого она свое и вот здесь вот получается и из-за того что вы себе перекрывали да вы как будто бы отказывались от большой части себя и вот на той части которой себя вас отказывались вы не могли ощутить себя полноценно вас не было ресурсов ну как это от большой части себя отказаться на части это ваша ресурсность и и здесь у меня такое ощущение что вы на наша новая глава будет связана с тем что в конечном итоге вы согласитесь я не знаю что произойдет здесь но вы согласитесь принять эту часть себя это знаете как они мы чем-то катаневая может быть здесь произойдет какая-то ситуация что вы вынуждены ну то ли здесь талант то ли какая-то способность то ли какой-то навык вы вынуждены будете это показать с чем связана ваша новая глава с четверка мечей и что опять с этой ну вот не двигайтесь и здесь что с этой четверка мечей колесо фортуны здесь все-таки вступится высшие силы да вот как-то изменят они ситуацию каким образом изменят ситуацию может быть через других людей может быть через легкость может быть будет какой-то праздник какое-то веселье и что-то произойдет там такое знаете вот высшие силы прилогу при приложат свою ручку причем если до этого была четверка бездействие то сейчас вы начнете действие то есть вы вынуждены будете вы вынуждены пойти в развитие то есть хотите в мастерство ну да хотите них одну да вот ту жезла восьмерка педакли сила но все знаете здесь такое ощущение вот прорвало да вот прорвало я не знаю что то будет прорвало это может быть кто то из вас мне здесь просто показывает ситуацию там я не знаю врач хирург не знаю кто то вот именно врач по ну вот от природы именно да и вот здесь вот мне показывают как-то вот скорая помощь что-то произошло допустим и человек умер не смогли его спасти и вот вы как будто бы считаете вину себя что я виноват за то что это допустим случилось и потом произойдет какая-то ситуация когда я не знаю там авария будет либо что-то ну то есть высшие силы вмешаются и вы будете единственный человек который сможет помочь этому человеку и вот вы будете как будто бы маяться то есть по мая помочь не у вас будет вот эти ваши травмы всплывать нет и вот эта внутренняя борьба в конечном итоге как в кино вы прикладываете усилия и вы спасаете жизнь человека и потом вот это вот является каким-то спусковым крючком и вот вас прорвёт да у них как будто бы исцеление пойдет да вот 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 это вот травма не знаю что это за травма но она прорвёт и произойдет исцеление знаете вот как рвотный какой-то процесс на пресыщение пресыщение призем потом вот через рвотный процесс идет очищение это будет вмешательство высших сил и вы пойдете потом в развитие то есть куда вот какое-то мастерство может быть это ваше дело может быть я не знаю это связано как-то с деньгами не знаю но в любом случае вам будет дан шанс вам будет дан импульс и вы сможете проявить себя и на и вот вот та ситуация которая будет в новой главе она завершится арканом силы я больше не буду вытаскивать карты специально аркан силы то есть вы вот эту часть то что вы не принимаете вы ее примите его ощутите прилив энергии вы реально то есть если у вас была психосоматика она была связана с тем чтобы какую-то часть себя не принимая вот этого травма которая есть вы ее не принимали не могли ее исцелить а потом вот произойдет вот это вот исцеление и ваше тело восстановится само произойдет какой-то момент регенерации то есть вы это сможете почувствовать и на физическом уровне до в психосоматике вы выздоровеется то есть здесь что-то такое вот я не знаю как по волшебству да то есть ваше тело и будет показателем того что все идет верно все идет верно то есть если сейчас допустим вы болеете это вот то что вы не принимаете а потом вы вы все-таки смиритесь с этой ситуации даже не смирение а здесь у вас не будет другого выхода и вы ощутите прилив энергии ощутить эту силу здесь наконец-таки знаете вздохнет вдохнете полной грудью и и вот здесь вот слезы счастья и слезы и что вот это вот все завершилось что наконец-то я чувствую здесь знаете человек который стоит такое день солнечная погода стоит на коленях и плачет но это слезы не горе это слезы счастья что вы знаете прорвало но наконец то есть я надеялся как будто бы на какое-то чудо и это чудо свершилось здесь реально какое-то чудо свершилось и вы от этого чувствуете прилив энергия прилив сил и прилив эмоции и вот эти вот ваши эмоции они выливаются в эти слезы на это слезы счастья поэтому вы почувствуете себя потом другим человеком и вот это вот все это путь это новая глава и вы придете каркану силы кто не принимал свое мастерство примите хотите не хотите кто не хоть не принимал свои таланты способности вы их примите кто не принимал но здесь вряд ли да какое-то наследство деньги да тоже вынуждена будете принять но здесь не все-таки про мастерство то что вот я сказала да где-то отказывался от спасательства да вот врачи до бывает так что какая-то операция пошла не так я больной умер и вот я не могу больше оперировать до руки трясутся вот эти вот воспоминания а тут что-то произойдет такое что вынуждены будете вы это сделаете сделаете мастерские и вот это станет катализатором вот здесь вот ощущение того чтобы какая-то ситуация который станет катализатором и к каторсис придет вашей в вашей душе это вот туда куда вас ведут такая вот будет у вас глава троечки новая глава вашей жизни благодарю вас всех за внимание все благодарю за донаты кто посылает мне очень приятно вся информация необходимая обо мне есть в описании под этим моим роликом под каждым моим роликом а я с вами обращаюсь пожелаю вам всем любви столько любви столько сил и столько энергии вас всех всех обнимаю вот в таком настроении я нахожусь с огромным-огромным огромным сердцем всего вам самая наилучшая и прекраснейшие недели вам и ресурсов всех обнимаю